Путешествие по Боснии и Герцеговине Цветущая сакура и магнолия, пустынные старые города и крепости, а главное – восточный колорит от архитектуры до сладостей. Страна безвизова россиянам и украинцам, поэтому мы махнули с Андреем на пару дней развеяться в любимую страну-соседку, ну, заодно и пошопиться в магазинах. Первой паузой на маршруте стал водопад Провалия в городке Столац. После войны 90-х в Боснии и Герцеговине постепенно начали оживать старинные ремесла. И именно ради этого мы сюда и приехали. Мы припарковались у ресторана «Олдмил». Он работает при водяной мельнице, прачечной и форелевой ферме. Вам повезет, если вы встретите хозяина этой мельницы. Зовут его Ботан Бузалька. Он шестая по счету генерации, кто унаследовал 300-летнюю мельницу на водопаде Провалия. Мельница Ботана Бузалька была полностью разрушена. После войны он эмигрировал в Америку, где заработал немало денег, чтобы вернуться на родину и восстановить наследие предков. Поэтому не удивляйтесь, что все выглядит так по-новому. Тут же находится рыбная ферма, где он выращивает форель и карпа для своего ресторана. Ну, а также есть постирочная, ну, или прачечная, не знаю, как ее назвать. Тоже работает благодаря горному источнику. Люди привозят тяжелые ковры и одеяло, и при помощи сильного потока воды Ботан выстирывает им вот эти вещи. Кстати, сам водопад Провалия получил название из-за того, что хрупкая порода у реки Бригава просто провалилась. Вот отсюда и название Провалия. Я вам очень рекомендую в летнюю жару посидеть за бокалом пива у водопада под брызг гелядяной реки Бригава. Это будет кайф для уставшего путника. Водопад в Столоце не всегда выглядит так мощно, как у нас на февральской съемке. За сушливым летом вы можете попасть на тонкие ручейки, поэтому я советую вам ехать просто после дождей или таких сильных ливней. Тогда будет шикарный водопад даже летом. Но есть в Столоце еще пару интересных локаций. Первая – это некрополь Богомилов с надгробными камнями, где высечены интересные надписи и орнаменты. А вторая – это видышская крепость на холме, доминанта города. Есть мнение, что она находилась тут с 15 века. Ну и, понятно, была несколько раз перестроена из-за войн. Заберитесь наверх, и городок Столос откроется вам как на ладони. В конце мая в стенах видышской крепости проходит средневековый фестиваль «Столочка Тарча». В 2024 году он пройдет 24 и 25 мая. В программе заявлены битва на мечах, соколиная охота, мастер-классы, ярмарки и даже огни инквизиции. Продолжение следует... Следующим пунктом путешествия стал городочек Благай. Он входит в список самых красивых мини-поселков Боснии и Герцеговины. На берегу горной реки Буна мы устроили гедонизм по-басански. Заказали чевапчичи в Лепине, знаменитое местное вино «Жиловка», мешану салату и турскую кафу с лукумом. Ну и, конечно, лепешки накормили этих бешеных уток. У пещеры, из которой вытекает река Буна, уже пять веков находится Текия Дервишей. Это красивое строение можно назвать пристанищем мусульманских монахов. Их вы точно видели в магических танцах в каком-нибудь турецком сериале. Кстати, внутри Текии вы можете легко попасть за небольшую плату. А самое фотогеничное место находится по другую сторону реки. Перейдите по мостику, сверните налево и пройдите к скале с пещерой. Вид будет феноменальный. Можно вот лодочкой заплыть в источник. Лодочкой можно поплавать. А это тропа. Ее облагородили, кстати. Тропиночка идет к началу источника Буны. Но за туманиной красотой водопада, османской архитектуры и вкусного ресторана вы, конечно, не заметите на холме величественную крепость. Это был когда-то Степанград. Он носит имя по герцогу Степану Вукчичу Касачи. Кстати, именно его титулом впоследствии назвали эту землю Герцеговина. После завоевания этих земель Османской империи в 15 веке Благай, как столица властителя Герцеговины, теряет свое значение. И при турках начинает развиваться соседний городок Мастар, стоящий на берегах реки Неретва. В Мастар мы приехали к закату. И ничего, кроме кружки холодного пива, после сытного обеда нам уже не хотелось. Но по традиции мы, конечно, прогулялись по старинной торговой улице Куинджилук, где раньше располагались лавочки ремесленников. Куинджилук Кроме турецко-китайских сувениров, тут можно купить и местные изделия. Например, кожаную сумку ручной работы, джезву для кофе, ну а также украшения, картины местных художников и даже антиквариат. А любоваться старым арочным мостом мы завернули в Топхану. Это район Кожевников. Отсюда открывается шикарный вид на мост и реку Неретва. Впервые арочный мост построили в середине XVI века по заказу султана Сулеймана. Конструкция состояла из 456 известняковых блоков. Но, к сожалению, в войну 90-х его уничтожили. В начале 2000-х годов многие страны, банки и организации скинулись деньгами на его восстановление. И в течение двух лет турки и босницы разгадывали секрет османского архитектора Мемара Хайрудина. Им было важно понять, как же крепились камни, чтобы арочный мост не упал в реку. Посмотрите документальную программу от National Geographic. Я оставлю ее в описании. С 2005 года старый мост был внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО. Я вам советую прогуляться по городу ранним утром или поздним вечером, когда здесь почти нет людей. Вы обязательно ощутите дух Османской империи. Останавливаемся на ночевку в Мастаре. Мы обычно в отеле Мепос. Он нас устраивает тем, что здесь есть торговый центр, кафешки, а самое важное – спа-комплекс при отеле. Ах, наконец-то ванна в отеле. Хорошая, кстати, широкая ванна. Я себя чувствую как Маули из леса. Сначала динозавр. Просто никаких отелей. Одни домики в лесу были. Так, отель называется Мепос. Ссылочку оставим в описании. Единственное, что дали две раздельных кровати, уже номеров не осталось. Большой, кстати, номер такой нормальный. В феврале в Мастар мы приехали специально любоваться японской сакурой. Здесь ее начали сажать еще в 70-е годы при Югославии. В 21-м году японцы в знак дружбы подарили Мастару новые саженцы, чтобы обновить парк Зриньевоц. Но кто-то их украл и поломал. Остались лишь большие деревья. Субтитры создавал DimaTorzok Следующей локацией в Мастаре стал город мертвых. Это партизанское кладбище было построено в 60-е годы во время Югославии. Знала я о нем давно, но, к сожалению, попали мы уже на оскверненный мемориал. Около 700 именных плиток были уничтожены, и виновных якобы не нашли до сих пор. Вы знаете, ком в горле просто встал, когда я это увидела. А вот тут целая семья умерла. Фамилия Шкора. Плохо тут уже читается. Сейчас покажу еще. Их тут много. Шкора Зоваш. Шкора Алекса. Шкора Василия. Шкора Новорот. Мать рожала-рожала. Все они умерли. И даже памятник не чтет. Самое замечательное, что до сих пор люди носят венки. Посмотрите, есть организация от городов. Есть связанные с именем Тита называют. Вот, к примеру, организация Тита Бугойный городок. Открывал партизанское кладбище сам Йосип Бростита в 1965 году. Кстати, в строительстве участвовали каменщики не только из Мастара, а еще из Дубровника, Корчула и Пасушья. В мозаику вошли 12 тысяч каменных деталей. А еще тут восстановили лесной массив, чтобы место стало настоящим парком для прогулок. Сделали лабиринты для игры детей. Таким образом, город мертвых стал привлекать город живых. Прошло почти три десятилетия с момента строительства партизанского кладбища и вспыхнула новая война, уже югославская. К ее окончанию Мастар лежал в руинах. И партизанское кладбище тоже было разрушено. Его автор, скульптор Богдан Богданович, писал в 1997 году, что смысла восстанавливать город мертвых уже нет, раз города и живых больше не существует. Но он не знал, что Мастар выживет, отстроится и в него вернется новая жизнь. В 2005 году партизанское кладбище отреставрировали. А через 17 лет ночью вандалы в июне 1922 года разбили в щебенку 700 плиточек с именами партизан. За разрушение памятника культуры грозит пять лет тюрьмы, но никто вандалов якобы не видел и не слышал. Местные жители требуют от властей и полиции поставить видеонаблюдение и охрану. В эту поездку с достопримечательностями мы закончили в пользу шоппинга. Но я хочу показать вам еще две локации рядом с Мастаром, и одна из них – это городок Почитель. Его опоясывает крепостная стена с башнями. Сюда обязательно стоит подняться по мощенным улочкам ради фантастических пейзажей. В былые века в Почителе останавливались на ночевку торговцы с караванами. И пока их животные отдыхали от дороги, путники отправлялись помыться в хамам, а потом на сытный ужин. И, честно сказать, мы поступили бы так же. Но хамам нынче не работает. Зато на обед в Почителе мы попали. Чем еще интересен город-крепость Почитель – это международной художественной колонии. Она появилась еще при Югославии 60 лет назад. Пейзажи с крепости, река Неретва, османская средиземноморская архитектура манят художников со всего мира до сих пор. КОНЕЦ А вы любите водопады? В Боснии и Герцеговине их множество. Но самое впечатляющее – это водопады Кравице. Весной, когда реки полноводные, ширина водопада достигает 120 метров, а высота – 30 метров. Ледом здесь достаточно жарко и многолюдно, поэтому всем хочется искупаться. Но, к сожалению, к самим водопадам сегодня не подпускают. Зато можно купаться в природном бассейне, который они создают. А еще можно арендовать лодку или каяк. Вход на водопады Кравице платный. У КАЗ есть туалеты, ресторанчики и даже паровозики, которые могут вас спустить или поднять назад, если у вас нет сил. А когда-то здесь работали водяные мельницы и деревянные ступы для валяния шерстяного сукна. Территория, кстати, была частной. Ну а сегодня водопады Кравице – это туристический аттракцион. В Боснию и Герцеговину невозможно не влюбиться. Это как смесь специй из Востока и Средиземноморья. Это микс османской, сербской и австрийской архитектур. Это невероятные водопады, горы, реки. И, конечно, щедрость и гостеприимство народа. Это вкуснейшая и сытная кухня, а еще очень приятные цены. Если вам интересны самостоятельные путешествия по Балканам, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео. И обращайтесь за картой моих любимых локаций по Боснии и Черногории. Ссылки я оставлю в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин